Второе, это выработайте приятную интонацию, без криков, руками, она должна быть действительно такой комфортной, привлекательной, одобряющей. Третий момент, выражайте ваши мысли ясно и определенно. Я думаю, что ваши мысли достаточно, естественно, мы должны говорить все, что мы хотим сказать. Таким образом, мы должны говорить всё, что мы хотим сказать. Четвертое пункт, выражайте позитивно настроены. Голос ФИЗОРОЗ, привет, привет! Вот вы идете на встречу на назначенное время и все будет плохо. Чувствую, что разговор не пройдет. Нет, настраивайте себя позитивно. Будьте вежливы и уважайте мнения других. Мы постепенно перейдем к навыкам слушания, как учиться слушать других. Будьте чуткими к нуждам и чувствам другого человека. Пожалуйста, ма спросите очень внимательны и чувствуя на все, что мы сейчас проходим. И еще одно, развивайте искусство ведения разговора. И развивайте эту артой для общения. Эта часть, которую мы сейчас проходим, это искусство ведения разговора. Не бойтесь тренироваться. Конечно, с хорошими книгами, с возможностью общения. И, конечно же, только практика поможет осуществить это лучше всего. Другая часть, это часть вторая, навыки слушания. Здесь я хотел бы акцентировать вот такие вот внимания. Внимание на несколько вещей. Нам нужно быть чутким к тому, что человек говорит и как он себя ведет. Требу быть очень ответственно на то, что человек говорит и как он себя ведет. Вот эти два пункта, быть активным и вдумчивым, я бы объединил. Они выделяются отдельно, но я бы их объединил. Когда вам что-то говорят, иногда очень трудно сконцентрироваться. Но ваша задача как слушателя по-настоящему вдумываться в каждое слово. Мысленно проводить анализ. Если вам что-то непонятно, пользуйтесь вот этим методом, быть швейцаром. Значит, кто такой швейцар? Здесь же есть человек, который скидывает лифт, уши, швейцар. Взял и ответил. Хорошо. Тот, кто открывает двери. Здесь есть человек, который скидывает уши, чтобы открывать полосы. Нам пособие по этому материалу говорит, что это быть человеком, который открывает двери. Ведь инвекционар есть уму как действительно ушли. Всегда просите рассказать еще больше, если вам что-то непонятно. Если вы хотите что-то дополнительное узнать. Не стесняйтесь задать этот вопрос. Следующее, о чем я хотел бы сказать, я вот проходил, когда готовился к этому семинару, я вспомнил свои пары и свою практику по этой теме. Не знаю, Олег, проходил это? Нет? Может быть, он сейчас расскажет, слушай. Как это было весело? Как это было весело просто тут? Хорошо. Правила объективного слушания. Регули у них ассультерии эффективны. Первое. Самое первое. Это ваш зрительный контакт с человеком. Смотрите. Куда смотреть? Олег, куда смотреть? Давай. Куда? И глаза? И? Есть два места. Глаза и губы. Это тут человек говорит, используя в данном случае часть «тав». Вы смотрите либо туда, либо туда. Но не в окно. Другое. Это ваша поза. Вот вы все так красиво сидите. И на самом деле, ваша поза тоже должна показывать вашу расположенность к человеку. Ну, не так, нет. Это на очень глубоком уровне общения. Она должна быть, конечно же, свободной, но она должна показывать, что вы заинтересованы полностью на разговоре с этим человеком. У вас! Треба? Ваша позиция должна стать в расположенности, но требуется показать không спросить и концентрирования об никто в вас спут. Интересно. Допа, поэтому, имя интересное. Проявляйте интерес. Он должен видеть в ваших глазах ваш собеседник, в ваших пози, в ваших вопросах интерес к ним. Что вы можете зевнуть, это не означает, что вы потеряли интерес. Но это покажет вашу заинтересованность. Концентрируйте свое внимание только на этой беседе. Вокруг может быть очень много провокаторов. И, прежде всего, самый главный провокатор – это вот у нас здесь. Именно наши мысли могут увести нас от общения и правильного слушания. Активность. Здесь тоже самое. Задавайте вопросы. Если вам что-то непонятно, вы что-то пропустили, вы не смогли уловить, переспросите, ничего страшного не будет. Вы не покажетесь дураком или тем, который плохо как-то услышал. Нет, абсолютно нет. Вы, наоборот, покажете свою заинтересованность. И теперь самое интересное. Проявляете терпение. О чем здесь речь? Всегда дослушивайте больше, чем он хочет сказать. Вот вы уже чувствуете, что у него последнее дыхание его слова. Ну, да, как бы он заканчивает. И мы сейчас сразу же как-то выдаем все, что мы думаем. Но у нас так бывает. Сам за собой тоже иногда такое замечает. Слушайте чуть-чуть больше, чтобы понять точно, что ваш собеседник остановился. А султан судьбе поймут касается речи. Хочется, на которой вы коммуникации. Теперь я хотел бы... Сколько время? 30 минут. Хорошо. Теперь я хотел бы, чтобы вы, по возможности, разделились по двое. Просто даже повернитесь друг к другу. Добро пожаловать!